приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодняшнем видео я вам расскажу как работать с металлическими траками так как многие подписчики часто спрашивают как правильно собирать как правильно их потом красить чернить вот я решил снять на эту тему видео и приведу пример на двух разновидностях траков траки от из 7 и траки от 54 от 55 принципе сложности в их сборке никакой нету главное когда достаете с пачки траки внимательно смотрите их на наличие облоя свинцового очень легко убирается ножичком если вы критического если вы критичного облоя не видите в принципе эти траки будут хорошо собираться да иногда попадается небольшой брак где-то может быть небольшой наплыв олова но он очень легко убирается модельным цанговым ножом подравниваете подчищаете и начинаете сборку что хочу сказать про траки от из 7 траки от из 7 надо собирать внимательно так как болты даны в двух разновидностей один болт дается как бы гайка на него накручена 2 болт дается на конце у него шестигранник как бы палец он настоящем танке один с одной стороны загоняется в трак 2 затягивается гайкой но здесь производитель для вашего удобства дает как бы отдельные болты чтобы вам легче было собирать траки и вот надо смотреть когда вы собираете левую правую гусеничную ленту чтобы болты шестигранники например были на правой ленте справа вставлялись а когда вы собираете левую ленту те же шестигранники чтобы вставлялись с левой стороны а вот траки на т-54-55 здесь в принципе простая простой болт как бы клёпанный и тут особого внимания не надо просто берете подготовленные заранее траки если там был какой-либо облой друг друг с другом составляете берете палец или пинцетиком или пальцем и вот так в отверстие собираете эти траки смотрите внимательно чтобы смоляные пальцы не улетали и собираете в звенья потихоньку ну так же смотрите чтобы отверстия были не залиты бывает в траках немножко отверстия небольших наплывах для этого нам понадобится поставить швейная иголка берем иголочка вставляется хорошо и вставляем палец поджимаем его удобно работать конечно когда хороший пинцетик с хорошим захватом также смотрим отверстие с этой стороны я вижу что небольшой такой наплывчик вставляю иголку она как раз и выравнивает два трака беру второй палец и вставляем мне удобнее это все делать пальцами ставили и я собираю звенья по 10 траков по 10 траков сколько вот например на т-54 их надо собрать около 90 штук 1 гусеничная лента вот собираю 10 по 9 и потом уже их соединяю в одну ленту для из 7 собираем принципе точно так же только смотрим чтобы ставить правильно пальцы хорошо состыковываем и аккуратненько пропихиваем если отверстие большой палец выпадает то можно его немножко потом поджать пинцетом материал мягкий сюда мы ставили шестиграничек с этой стороны значит мы ставим болт с гайкой вот так трак за траком мы собираем ленту в одно целое на сборку траков от из 7 и от 54 у меня примерно ушло три вечера где-то по 2-3 часа работы за три вечера были собраны эти траки видите они получились полностью рабочие и когда вы ставите такие траки на модель как на мой взгляд и модель выглядит намного выигрышней намного интересней более натуральный получается провис чем у пластиковых конечно когда в наборах хорошего качества пластиковые траки если они еще и рабочие то смысла менять не вижу а если винил или пластик большим количеством толкателей облоя который придется очень долго убирать обрабатывать то все же я рекомендую поменять их на металл но с металлом надо работать правильно их заржавить надо их хорошо подготовить я буду использовать средства а к интерактив здесь 100 миллилитров поэтому когда приобретаете металлические траки то я рекомендую сделать два а то и три набора так как это средство одноразовое и лучше одной баночкой сделать сразу два три набора чем под каждый набор потом покупать по отдельности такую банку с таким средством но их перед ржавлением чернением надо подготовить и хорошо обезжирить если вы этого не сделаете то средство может просто плохо лечь на модель плохо произвести свою работу и местами будет некрасиво поэтому перед работой я всегда обезжириваю траки спиртосодержащими жидкостями для этого вот я взял такую как бы ванночку это коробка от старого аэрографа погружаю траки полосками и заливаю спиртосодержащий жидкостью можно спиртом кто-то заливает какими-то растворителями я растворителями дышать не люблю поэтому лучше всего для этих целей у меня используется спирт так вот заливаю берем широкую кисть я вот использую такую набора джаз на нету не джаз ну не столь существенно и как бы кистью хорошо разгоняются пузырьки воздуха не оставались равномерно все обезжирилась хоть вы и моете руки вот например я когда сажусь за модели я всегда руки хорошо промываю в мыльном растворе потом спиртосодержащей жидкости но это не значит что вы хорошо помыли руки обезжиривать модель не надо я думаю что просто формы заливают каким-нибудь силиконом еще чем-то просто сами по себе бывают берешь траки или пластику такой промасленный насколько видно траки усе длиннее чем у т-54 немножко полежали так шаг за шагом обезжириваем траки сначала с одной стороны а потом переворачиваем и точно так же делаем с другой стороны после того как вы хорошо с двух сторон обработали траки отправляем их на просушку чтобы спирт испарился достаем их ложим на салфетки пока они будут сохнуть подготавливаем рабочее место к чернению траков так как все таки я думаю в этой бутылочке щелочной раствор вступал в реакцию с оловом стоит на основе наверно медного купороса надо взять резиновые перчатки медицинские чтобы не испортить не испачкать коврик подстелить какой-либо целлофан пока траки будут сохнуть мы все потихонечку подготовим и и и и и